Здравствуйте, это программа Город С, я Елена Чернявская. 1 июля выросли тарифы на жилищно-коммунальные ресурсы. Три месяца жители платят по новым квитанциям. Куда жаловаться и что делать, если вам предъявили перерасчет на крупную сумму? Разбираемся в коммунальных нюансах вместе с экспертом Виктором Ивановичем Часовских, руководителем регионального центра общественного контроля ЖКХ. Виктор Иванович, здравствуйте. Поздравляю вас. Ну и, конечно, наша программа выходит в прямом эфире. 202-11-22. Телефоны в студии. Уважаемые жители нашего города, если у вас есть вопросы к моему сегодняшнему гостю, а я так думаю, что они имеются, добро пожаловать к нам в прямой эфир. 202-11-22. Виктор Иванович, ну и, наверное, первый вопрос, пока мы ждем звонков от телезрителей. На что важно сегодня и нужно обратить внимание, когда вот уже два месяца приходят новые квитанции, суммы, конечно же, больше. Вот как проверить, понять, что тебе насчитали-то все правильно? Ну, надо исходить из того, что тарифы поднялись с 1 июля. Но суть в чем, как бы тарифы не поднимались, сумма платежа за коммунальные услуги, подчеркиваю, за коммунальные услуги, не должна превышать по сравнению с 1 июня, за июнь, допустим, на 6,8% – это предельный индекс роста платежей граждан для городского округа Самары. То есть в Самаре не у всех, подчеркиваю, не у всех повысится должна плата за коммунальные услуги в июле по сравнению с июнем. Поэтому надо взять июньскую квитанцию, посмотреть, коммунальные услуги, что это? Холодная вода, горячая вода, водоотведение, тепловая энергия, газ, электроэнергия, ТКО. Вот посчитать, сколько вы платили в июнь. И за такой же объем, за такие же объемы, посмотреть, горячая вода, допустим, 5 кубов, холодная вода 10 кубов, да? Вот за эти же объемы посмотреть, сколько в июле вы заплатили. У вас платеж не должен превысить от июньского 6,8%. Всего лишь. Всего-навсего. Но стоит, наверное, напомнить, что есть специальный калькулятор ЖКХ, где все это можно посчитать и проверить. Можно посмотреть там, да, посчитать. Опять же, мы с вами до эфира говорили, что нужно обязательно подавать показания счетчиков прибора учета. Обязательно, да. Вот если не подавать эти показания, что получается? Если не подавать показания прибора учета, то первые три месяца после того, как вы не подали показания прибора учета, ресурсонабжающая организация, если у вас прямые договоры, или управляющая компания, если у вас договор через управляющую компанию, вам будет начислять по среднему. Что было, вот когда вы подавали показания прибора учета, средние, допустим, за 6 месяцев, за 12 месяцев предыдущие они смотрят, и получается средние, и будет вам выставлять. По истечению трех месяцев вам уже будет выставляться норматив. То есть по количеству зарегистрированных граждан, проживающих в данной квартире. И получается сумма намного-намного больше. Это очень высокая будет сумма, да. Поэтому я бы просил всех обязательно ежемесячно, там с 23 по 25, но лучше где-то у нас по разным ресурсонабжающим организациям по-разному они принимают, но с 20 числа обязательно подавать показания прибора учета холодной воды, горячей воды, электроэнергии, ну, у кого есть газ еще. Спасибо большое. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, 202-11-22, телефон в студии. Дозванивайте, пожалуйста, уважаемый телезритель, и задавайте вопросы моему сегодняшнему гостю. Я думаю, что Виктор Иванович разбирается во всех сферах ЖКХ. Мы сегодня еще поговорим об управляющих компаниях, поэтому дозванивайтесь к нам в эфир, 202-11-22. Виктор Иванович, вот мы с вами встречались как раз в преддверии 1 июля, как раз вот цены только-только повысили. Что еще нового произошло, о чем сейчас стоит сказать нашим зрителям? Значит, смотрите, что еще по поверке приборов учета. Вот интересный момент по поверке приборов учета. Значит, принято постановление, и сейчас, 24 сентября, поверка приборов учета, индивидуальных приборов учета, то, что в квартирах находится, значит, должна заноситься в специальный реестр. На сегодня, вот в период пандемии, да, постановление правительства Российской Федерации принято относительно того, что сейчас, если закончился межповерочный срок, то можно не поверять прибор учета, это можно дотянуть до конца года. Но с 1 января 2021 года прибор должен быть поверен. Если вы не поверите его до 1 января 2021 года, то будет считаться, что у вас прибора учета нет, и вам будут начислять уже по нормативу. Поэтому желательно сейчас, да, сейчас поверить этот прибор учета до 24 числа. Если подошел срок, Виктор Иванович. Да, если подошел срок, да, лучше сейчас поверить его, то есть получите бумажный акт, который можно передать как положено. Сорвался у нас звоночек, но, тем не менее, перенабирайте, пожалуйста, нас. Я, конечно, сейчас могу предположить, что у нас линия будет занята, 202.11.22. Набирайте, ваш вопрос обязательно попадет к нам в эфир. Ну вот, кстати, срок поверки 4, 6 и 10 лет. Это все прописано в документе счетчика. Да, в паспорте счетчика. В паспорте, ну и наверняка люди, которые приходят и проверяют, они, наверное... Значит, кстати, вот по электроэнергии тоже вышла новшесть с 1 июля, что сейчас за приборы учета, индивидуальные приборы учета отвечает ресурсоснабжающая организация. То есть, если у вас прибор вышел из строя, электроэнергия, подчеркивая, то вам его должна заменить ресурсоснабжающая организация. Она должна и поверку произвести. То есть, они берут полностью сейчас это на себя. Я надеюсь, что придет время, когда и приборы холодного водоснабжения и горячего водоснабжения и газа, то же самое ресурсоснабжающие организации возьмут на себя. То есть, мы, как жители, будем освобождены от этой обязанности поверку проводить, покупать эти приборы, передавать показания приборов учета. Потому что должны ставиться умные приборы учета, которые передают сами показания этих. Вот, кстати, давайте поговорим и об умных приборах учета. Какие новости есть по этому вопросу? И, кстати, кто их должен все-таки устанавливать? Сами жители? Нет. Либо ресурсоснабжающая организация? Ресурсоснабжающая организация. Она должна устанавливать эти умные приборы учета. Но там дан период переходный до 2022-2023 годов. На сегодня не факт, что вот сегодня у меня сломался прибор учета, я сделал заявку, они пришли и поставили обычный прибор учета. Могут умные не поставить, потому что их пока нет еще. Есть ли право требовать? Да, нет. До 2023 года у них переходный период. Вот после 2023 года они должны всем ставить умные. То есть, получается, на их усмотрение? На их усмотрение. Какие есть у них, такие они будут ставить. А если купить и предоставить? Ну, если сами купите, пожалуйста, они поставят с удовольствием. Но умный прибор учета, он почему? Он сам передает эти показания. Но может и отключать все. Но для того, чтобы передавать, должна работать система в доме. Потому что если вы один поставите прибор учета, он ничего не передаст. Петр Иванович, продолжим сейчас. Ответим только на вопросы от телезрителей. Здравствуйте, мы вас слушаем. Говорите. Алло. Здравствуйте. У меня следующий вопрос. Вот когда мы оплачиваем электроэнергию, у нас в квитанции мы заполняем точку с действующими на данный момент показаниями. До точки. До точки. Целый цифр. Нет, я не про это скажу. Когда, ну так скажем, в чеке, когда мы оплачиваем, все это отражается. По горячей, по холодной воде и по газу нам приходится, так скажем, или звонить. Робот не работает. Я пенсионер, я по интернету не владею. Робот не работает. И приходится ехать, так скажем, в отслуживающую компанию. Это такое неудобство. Я понял вас. Спасибо вам большое. Спасибо, да. Кстати, эта проблема, серьезная проблема, она касается, прежде всего, ресурсоснабжающих организаций. Я думаю, в ближайшие месяцы, по крайней мере, в октябре месяце точно, я соберу представителей ресурсоснабжающих организаций именно по этому вопросу. Почему? Я вот сейчас встречаюсь с жителями активно, да, и очень много вопросов, касающихся, а как нам передавать показания прибора учета. Вот пожилые, да, мы не пользуемся интернетом, дозвониться порой, давайте в суд, невозможно, да. Поэтому получается, что человек не передал показания прибора учета, три месяца ему по среднему, а потом начинает уже по нормативу. Но имейте в виду, что даже если вам три месяца по среднему начисляли, а потом по нормативу начисляли, но если вы подадите показания прибора учета, вам перерасчет должны сделать, да, это в любом случае. Но, тем не менее, да, будем мы говорить с ресурсниками по этому поводу. Ящики обязательно вернуть в Дом управления, на почту, где еще возможно. Все-таки это такой простой, шаговый хотя бы, да? Это востребовано, поверьте, да. Спасибо, Виктор Иванович, у нас звоночек опять сорвался, но, тем не менее, дозванивайтесь, пожалуйста. Пожалуйста, 202.11.22 ждем ваших вопросов. Виктор Иванович, а вот от телезрителей спрашивают вас, с июля увеличился тариф на коммунальную услугу, это известно. Этот тариф учли в квитанции за июль, но объем услуги приняли по показаниям счетчика за июнь, насколько это правомерно? Стоп, 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 давайте разбираться. За июнь мы платим в июле по старым еще тарифам, по тем объемам, которые мы показали. За июль мы платим в августе, то есть не может быть. То есть июль с 1 июля идет, ну там у нас расчет идет, если мы показываем, допустим, с 20 числа, да, получается у нас часть месяца 10 дней идет, должно быть по старому тарифу, а 20 дней должно быть по новому. Но сложилась такая практика, что если оплачивать до июля, допустим, в конце июня, то должны по старому брать тарифу, а если в июле вы оплачиваете, берется уже по новому тарифу. Спасибо. Если по тарифам у нас все, я предлагаю перейти к теме немаловажной в сфере ЖКХ, это управляющие компании. Скажите, пожалуйста, Виктор Иванович, а вот именно они, управляющие компании, могут ли завышать тарифы? Нет. Нет, они не имеют права этого делать, раз, и во-вторых, они этого не делают. Почему? Потому что, как правило, основная масса домов уже перешла на прямые договоры. То есть ресурсники уже выставляют плату за коммунальные услуги, практически всем. Ну осталось там 10-15% домов, которые еще через управляющую компанию, ТСЖ там и прочее, прочее. А основная масса уже ресурсники. И ресурсникам невыгодно завышать тарифы. Почему? Потому что за этим внимательно следит ГЖИ. Не дай бог какая-то будет жалоба, значит, это штрафы, это серьезные последствия для ресурсонабжающей организации. Нет. Вот последние годы мы отслеживаем тоже эту ситуацию. Если где-то года три назад были какие-то нарушения, иногда ресурсники где-то набавляли, да, то теперь последние три-четыре года я такого не слышал. Спасибо. Есть звонок, мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Энергоснабжающая организация. Я плачу по нормальному за горячее водоснабжение и отопление. Так. И здесь вот оплата происходит еще мало того, что по нормальному за горячее водоснабжение, так еще с повышающим коэффициентом. Угу. Да. И мне приносят квитанцию, ну вот, акционную, и пенсию. Еще берут два процента. Еще берут два процента. Вопрос ваш понятен, Виктор Иванович? Да, да. За что? Ответьте, пожалуйста, телезрителю. По нормативу плюс повышающий коэффициент из-за того, что у вас отсутствует индивидуальный прибор учета. То есть если в квартире не установлен индивидуальный прибор учета, начисление производится по нормативу на количество зарегистрированных человек, проживающих в данной квартире. Если ноль зарегистрировано по количеству собственников данной квартиры, один или два собственника. Но плюс дополнительно начисляется повышающий коэффициент полтора из-за того, что отсутствует вот как раз прибор учета, индивидуальный прибор учета. Поэтому... То есть здесь нужно посоветовать поставить, да, счетчик? Выход один. Выход один. Пожалуйста, не тяните, ставьте приборы учета. Почему? Потому что с повышающим коэффициентом норматив плюс повышающий коэффициент это очень много. Это очень много. Поэтому поставите прибор учета, он вам через 3-4 месяца отобьется. Все те деньги, которые вы затратите, вы отобьете. Но вот телезритель сказал, что он пенсионер. Какие-то льготы, скидки или это... Ну это, это, постойте. Есть организации, у нас достаточно много организаций в Самаре, которые устанавливают приборы учета. Они делают скидку пенсионерам. Скидки, да. То есть нужно будет просто изучить этот рынок. Можно, да. Это все это делается. Спасибо. Есть еще звонок, мы слушаем вас. Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ольга. Здравствуйте, Ольга. Слушаем вас. Я прошу вас в городе Волгар, Астетинская, дом 10. В Кулачевске у нас за август пришло один электроэнудии, который подышает заплативающие показания в 3 раза. А я хотела бы вам, Виктор Иванович, задать вопрос, как в данном случае взаимодействие с управляющей компанией, чтобы они объяснили, как урок вот это... Ну вы подали показания, да? Ну это я так понял, на содержание общего имущества пришло, да, в 3 раза? Да, на содержание общего имущества. На содержание общего имущества, да. Спасибо вам большое. Вопрос понятен, да, Виктор Иванович? Ольга, да, да, да. Значит, смотрите, Ольга. Начисление по электроэнергии на содержание общего имущества производится следующим образом. Для каждой категории домов существует норматив. Значит, норматив умножается на площадь мест общего пользования вашего дома. К местам общего пользования квартирного дома по электроэнергии относятся это лестничные клетки, лестничные клетки, чердак и подвал. Вот если площадь дома, допустим, из этих помещений состоит, чем больше она, тем больше объем получается, да, электроэнергии. После этого вот этот объем, который получается, норматив умножили на площадь, получился объем. Потом этот объем делится пропорционально на все квартиры, пропорционально их площади. Нет, Виктор Иванович, ну за месяц объем и площадь дома не увеличилась. Нет, нет, я почему говорю, в случае, если, значит, вам или неправильно начислили норматив, взяли за основу норматив, либо площадь неправильно насчитали. Поэтому первое, что должно быть, это при условии, еще раз подчеркну, если вы не принимали никакого решения и вам выставляют счета по нормативу, если вы приняли решение, что вы хотите платить по показаниям общедомового прибора учета, это другой вариант. Сколько накрутил он этот прибор учета, все делится на всех. Ну, то есть, а нормативы-то принимаются на общем собрании, конечно же, собственного комитета? Нет, нормативы, а это департамент ценового и тарифного регулирования принимает, они едины для всей области. Вы не поняли, вы сказали, если бы вы приняли коллегиальное решение, товарищи, собственники жилья. Значит, смысл в чем, понимаете, вот оплата за электроэнергию, за холодную и горячую воду на содержание общего имущества осуществляется тремя способами. Первый способ по нормативу, второй способ по показанию прибора учета общедомового, и третий по среднему. Если вы никакого решения не принимали, вам начисление идет по нормативу. Ясно. Все. Я просто не готов сказать конкретно, что по данному дому, но я вам советую. Первое, что обратиться в Государственную жилищную инспекцию, написав заявление. Прошу проверить правильность начисления платы за электроэнергию на содержание общего имущества. Квитанцию за август и предыдущие три месяца прилагаю. Подпись и отправляйте в ГЖИ. Они посчитают все, правильно это или нет. Спасибо большое. У нас есть еще время. Дозванивайтесь к нам. 202-11-22. Виктор Иванович, скажите, пожалуйста, можно ли самостоятельно, жильцам контролировать работу управляющей компании? Да не можно, а нужно. И нужно. И это в первую очередь относится к совету дома. Вот опять бы хотел переговорить. Есть такая проблема. Не во всех домах у нас есть советы домов. Это проблема, серьезная проблема. Люди вот обращаются, спрашиваешь, а есть совет дома? Да нет, никто не хочет. Ну и старший по дому, да? Грубо говоря. Нету. Но совет домов сейчас, с 1 июля, кстати, их наделили полномочиями, председатели советов домов. Общее собрание может дать им полномочия без доверенности подписывать договор управления и подписывать акты выполненных работ. И, кстати, вот сейчас идет подготовка к отопительному периоду. До 15 сентября каждый дом должен заполнить паспорт готовности к отопительному периоду. И в этом паспорте готовности должна стоять роспись, подпись председателя совета дома. То есть, это готовность к системе отопления, готовность к утеплению дверей, окон, балконов, чердаков и прочей. Там перечень вовлевшей. Вот в этом паспорте готовности все это прописано. И председатель совета дома должен расписаться. Спасибо большое. Примем звонок. Алло, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. У меня вопрос касаемо опять же горячей воды. Пожалуйста. Да. Вот сейчас за август месяц привезли квитанцию. И в ней то же самое. Вот идет только под разными названиями. Тепловая, значит, тут всякие калории и отопление. Цена 1740 и 1740. Тут там первые объяснили, что, значит, там счетчики. Значит, пока все я передал, все счетчики вернут. А вот это отопление, почему две цены? Значит, рассказываю. Спасибо. Горячая вода двухкомпонентная. Если раньше стоил один куб горячей воды, допустим, стоит 100 рублей. Так. То теперь один куб горячей воды стоит, он состоит из двух частей. Первое. Холодная вода на горячую воду 30 рублей. Нагрев холодной воды до состояния горячего 70 рублей. Итого в сумме 100 рублей. То есть из двух частей стала стоить вот эта вот горячая вода. Для чего это сделано? Это сделано для того, чтобы в случае, если она некачественно подается, температура менее 60. То есть если в экране течет холодная вода, то тогда перерасчет делается не со 100 рублей, со стоимости одного куба, а с 70, со стоимости нагрева. Это ресурсонабжающие организации пролоббировали эту позицию. И теперь получается, что сегодня мы по горячей воде оплачиваем, она состоит из двух частей просто. Это холодная вода на горячую воду и нагрев этой холодной воды до температуры горячей. То есть если суммы одинаковые в обеих строках, то волноваться не нужно? Нет, нет, нет. Вот как у телезрителей, которые звонили. Холодная вода на горячую воду, у нее тариф несколько другой, чем питьевая вода, потому что она химически очищенная вода, специально для нагрева идет. И плюс стоимость гикокалории, специально есть норматив на нагрев горячей воды с холодной до горячей. Спасибо, Виктор Иванович. У нас есть еще один звонок, и мы вас слушаем. Здравствуйте, ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Говорите. У меня муниципальная квартира, кто должен ставить приборы учета тут? Спасибо. Спасибо. Приборы учета должен ставить собственник. Собственником является департамент управления имуществом города. Поэтому все претензии туда. Спасибо. Виктор Иванович, каким критерием, на ваш взгляд, должна соответствовать добросовестная управляющая компания? Ну, критерия в первую очередь. Ею должны довольны быть жители. А вот сейчас получается, что очень много вопросов люди сейчас меняют в управляющей компании. Много вопросов по смене управляющей компании. Почему меняют компания? Да потому что недовольны. Текущие ремонты не выполняются. Вопрос содержания не исполняется. Те деньги, которые жители платят, расходуют неэкономно. Вот в связи с этим, кстати, вот хотел бы сказать, на следующий год сейчас планируем госзадание для квалификационного центра Минэнерго, которым мы работаем, да. Хочу еще две должности туда внести. Первое. Юрист, который будет заниматься подготовкой, допустим, исковых заявлений, досудебной работы от собственников, от председателей Советов Домов с управляющей компанией. Помогать им. Посредника. Помогать им. Потому что в управляющей компании есть юристы, они пойдут в суд, да. А кто будет помогать председателям? Вот это первое. И второе. Хочу такую должность взять с метчика. Вот очень много вопросов по сметам. Работа по текущему ремонту. Допустим, ремонт крыльца. Или что-то. Завышают цены управляющей компании. А вот проверять, мы готовы будем проверять эти сметы. Продолжим, Виктор Иванович. И примем звонок от телезрителей. Вы к нам дозвонились. Мы вас приветствуем. Мы слушаем ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Виктор Иванович, у меня такой вопрос. Значит, у нас по горячей воде. С ночи горячая вода становится холодной. И до восьми утра практически горячей воды нет. То есть мы замучились стоять в нашем доме. Нет горячей воды. Мы ходим с этими чашками, чтобы проводить нормально детей в школу и помыться. Что нам делать? Управляющая компания говорит, но нет циркуляции. Что тепловые сети ее не дают. Что делать? Спасибо большое, Виктор Иванович. Спасибо, да. Крик души буквально телезрителей. Да, но это проблема лета, когда горячая вода холодной становится. Действительно нет циркуляции. Вода зашла в дом. И пока ее не слили, она стоит в системе. Вот пока она не сойдет вся холодная, остывшая за ночь, новая не придет. Поэтому есть способ поставить циркуляционные насосы, которые будут гонять эту воду в течение всей ночи. Опять же вопрос, кто это должен сделать? Это должна делать управляющая компания. На сегодня, если у вас с крана не идет горячая вода температурой 60 градусов и выше, значит, можете обратиться в муниципальный жилищный контроль, это в районе есть, в каждом районе, либо в государственную жилищную инспекцию с просьбой проверить температуру, качество горячей воды. Значит, они должны прийти, открыть кран, в течение трех минут термометром замерить температуру, если она менее 60 градусов, составляется акт, и выдается предписание государственной жилищной инспекции, предписание управляющей компании на исправление этой ситуации. Какие-то оговариваются сроки наверняка, и управляющая компания обязана просто исправиться. Да, это одно, и это так будет являться основанием для того, чтобы вам сделали перерасчет за некачественную услугу. Ну, тяжело, конечно, этого добиться, я это реально понимаю, да, но пока вот так вот. Кстати, сейчас готовятся поправки в нормативные акты, жилищный кодекс, 354-е постановление о том, что увеличатся штрафы ресурсоснабжающих организаций за некачественное представление коммунальных услуг. Сегодня они копейки платят, поэтому им это все безразлично. Виктор Иванович, я думаю, что успеем принять еще один звонок, послушаем, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем. У меня вопрос практически по той же теме. Я живу в Ситинке 32, 20-этажный монолитный дом. С 89-го года у нас та же проблема. Или надо спускать, чтобы была горячая вода, а по полчаса, если не больше, а счет. Идет как за горячую воду. Да, да, согласен с вами. Вот я сейчас пришла мыть посуду, мне 30 градусов нет. Да, да. Но поймите правильно, если это правильно все делать, должна быть 4-х трубная система в каждом доме. То есть в дом должны заходить 4 трубы. Виктор Иванович, у нас 2 заходят всего лишь. Все-таки, опять же, возвращаясь к вопросу о добросовенности управляющих компаний, если жители раз попросили, два, три обратились, и управляющая компания не выполняет по сути свои же обязанности, то стоит задуматься о смене ее. Верно? Абсолютно. И так и надо делать. Реально ли это, Виктор Иванович? Реально сделать. Есть определенные сложности, но надо просто четко выполнять требования закона. Значит, если у вас есть желание сменить управляющую компанию, первое, председатель совета дома, это его полномочия, он должен обойти все управляющие компании, которые рядом есть, и переговорить с ними. Кто готов взять этот дом? На каких условиях? Договориться об этом. После этого инициируют. Ну, юридически подкованным нужно быть. Ну, знать, у нас на сегодня подготовлен модельный договор управления домом. Вот приходите и говорите директору или кому, представителю управляющей компании, вот мы хотим, чтобы вы наш дом взяли. Вы готовы? Они говорят, да, готовы, мы возьмем. Так, какой договор будете использовать? Он говорит, вот наш разработанный нами договор. Давайте модельный договор возьмете вы, под этот модельный договор мы согласны перейти к вам. Если он говорит, нет, не будем, значит, отказывайся от этой управляющей компании. Почему? Потому что в модельном договоре мы заложили все, что необходимое для защиты собственников. Он подготовлен депутатами губернской думы, ГЖИ и общественной палатой. Вот мы, три структуры, работали над ним. То есть он отражает интересы собственников. И если управляющая компания, ну, с неохотой берется за этот договор, да, лучше не надо. Да, лучше не надо. Ну что же, спасибо, время наше вышло. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Виктор Иванович, мы еще обязательно вскоре увидимся. И всего хорошего, будьте здоровы. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!